Хотела избежать вот этого стандартного, что давай расскажи о себе, как тебя зовут, но, с другой стороны, всё равно какое-то представление нужно, поэтому я о тебе знаю, те, кто смотрит, кто-то знает, кто-то нет, давай расскажем о тебе с твоих слов. С моих слов. С твоих слов. Да, друзья, добрый день, меня зовут Ларионова Елена, я семейный психолог, я консультирую детей, я пары консультирую, консультирую подростков, то есть любой возраст, который может быть только короче, давайте-то вырежет. Отрежьте, пожалуйста. Отрежьте. Да, что-то ты как-то знаешь, мне официально, мы вроде не официально. Вот официально, да. Я просто думала, как тебя представлять правильнее, например, психолог-астролог или астролог-психолог. Да, просто психолог. Ну, раз у нас такая психологическая сегодня тема, пусть будет психология. Пусть будет психология. Мы можем в астрологию тоже залезть, мы посмотрим, как пойдёт. Ну да. Лен, ты психолог-астролог? Да. Как давно ты в этой теме? Первый мой путь начался семь лет назад, я ушла в декретный отпуск, и, как любая мама, она хочет чем-то заниматься, и мой путь начался с астрологии. Я закончила астрологическую школу пятилетнюю, и, в принципе, продолжаю в этом как-то становиться, обучаться дальше, и параллельно астрологии была новая профессия, это психология. Сейчас я обучаюсь на третьем высшем, это клиническая психология. Пять лет, но это как полноценное обучение в университете, получается? Да, да. Очная. Очная, да, очная. Вот сейчас пик, бум на астрологию, на психологию, ну, получается, ты была одной из первых. Можно сказать, если честно, отбросив ложную скромность. В Сосновом Бару думаю, что да, конечно, другие регионы, страна, она большая, и я ориентировалась, помню, с девочками мы сидели, и они говорят, Лен, чем ты будешь заниматься? Наш волшебный помощник. Я в кадре. Кстати, представитель гостиницы «Виктория», скажи пару слов. А что это самое? Подписывайтесь на канал Бородачи ТВ и участвуйте в интерактивных подкастах. Всё, до свидания. Прости, мы тебя прервали. Всё в порядке. И девочки говорили, чем ты будешь заниматься? Я говорю, слушайте, ну, Василиса Володина прекрасно консультирует по астрологии, очень востребованный астролог. Грябду так же. Ну, собственно, так и случилось. Конечно, я ещё не на первом канале, но я стремлюсь. То есть цели, ну, у тебя есть видение своего пути. Да, однозначно. Тогда сегодня об этом поговорим. У нас в таком неформальном, в неформальном формате, масштабе всё пройдёт. Я хотела объяснить, что я в маске, честно сказать, потому что у меня выскочила тут простуда, я не хочу, пока не готова, потому что бы открыто демонстрировать то, чего я стесняюсь. Но мне очень захотелось как раз поговорить о стеснении, о комплексах. И вот, может быть, это такой вопрос, который можно, наверное, не, наверное, а точно решить с помощью психологии, но астрология тоже же даёт ответы на эти вопросы. Откуда что взялось? Для меня астрология очень тесно сопряжена с психологией, потому что астрология — это тоже часть нашей психики, это наш характер, это наши родители, это профессия. Данность. Это наша данность, это паспорт, космический паспорт, который отпечатал планеты, звёздные Накшатры, которые описывают весь путь человека. И, конечно, этот путь обусловлен психологическими факторами, потому что мы все родом из детства, и та среда, в которой мы жили, растили, возрастали, конечно, большой отпечаток понесли на наши как-то. О психике, характере. Если мы хотим себя понять, то правильно ли это путь, логично ли сказать, что сначала ты обращаешься к астрологу, потом к психологу, либо наоборот, либо вот как это всё может сочетаться успешно друг с другом? Я думаю, что очень много людей идут, кто куда зайдёт. Здесь сейчас очень много специалистов. Перенасыщен рынок. Да, сейчас правда, вот очень много специалистов, главное — зайти. И каждый специалист, нумеролог, да, карты Таро, астрология, коучинг — все будут указывать на какой-то свой путь. Там везде есть свой путь, и сейчас действительно люди стали как-то задумываться, а кто я, зачем я живу, в чём моё предназначение, в чём смысл жизни. Сейчас как-то очень глубоко стали люди думать о таких философских вещах. Эра Водолея, астрологический период. Да, это новая эра, действительно, это совершенно новый, необычный век, который мы все будем наблюдать. Ну, то есть нет какого-то правильного рецепта, успеха, что, например, ходите только к психологу или посещаете астролога, скажем, раз в две недели, и будет вам счастье. Вы знаете, что, как говорил мой психотерапевт, неважно, что помогло. Если вам помогает астрология, пусть это будет астрология. Если вам помогают танцы, музыка, пение, пусть это будет. Спортзал, конечно, рисование, психология. Пусть, значит, будет этот метод, который вам помогает. Лена, у тебя были сомнения на своём пути, туда ли ты идёшь? Потому что вот всё-таки, начиная что-то сейчас, да, например, как раньше, какое-то количество лет назад, каждый третий был фотографом. Сейчас очень многие ныряют в психологию, в коучинг. А у тебя, получается, как у одной из первопроходцев, были какие-то сомнения, что тебя помогало преодолеть? Или, может быть, какое-то окружение сомневалось в твоём пути? Я на самом деле всегда двигаюсь к своей поставленной цели. Может быть, это связано с моим знаком зодиака, да, козероги, говорят, очень целеустремлённые, они двигаются, их сложно остановить. Может быть, это так. Я никогда не сомневалась, вот говорю честно, я никогда не сомневалась в своём пути. Мне единственное было, наверное, как и всем страшно, оставлять работу. Я работала на станции достаточно долго. На моленное место. Да, и уходить, как все говорят, в никуда, где нет пенсии, где нет завтрашнего дня. Первое время, да, меня, наверное, это как-то волновало. А потом всё больше и больше стала меня захватывать клиентская практика, всё больше и больше я стала погружаться в это, и это очень плавно меня отпустило, и без каких-то сомнений я двигаюсь к экономичной цели. То есть удовольствие от процесса перевысило, пересилило какие-то сомнения. Да, да. Это такая внутренняя вера, которая создаёт внутри тебя стержень и говорит, что да. И, наверное, вот именно та поддержка, которая необходима в этом пути, это отклик от клиентов. Это то благодарное такое... Энергия. Да, это благодарное чувство, которое говорит, что ты здесь, ты правильно выбрала путь, и вперёд, вперёд, вперёд. А если люди сходят с намеченного пути, означает ли это, что это не их путь? Потому что если действительно удовольствие тебе это приносит, то ты, наверное, любые преграды пройдёшь. Или всё-таки, может быть, это какой-то недостаток уверенности, слабость характера, что тебя окружающее начинает тянуть назад. Является ли это маркером твоего пути, то, что ты идёшь до конца? Здесь ты правильно подметила, что если это дело, которое ты любишь, если это дело тебя захватывает, и ты понимаешь, что я кайфую от того, чем я занимаюсь, то если ты чуть-чуть сбиваешься, или не чуть-чуть сбиваешься с пути, конечно, здесь вопрос говорит для меня о том, что либо тебе необходимо рассмотреть ещё иную сферу деятельности, как дополнительный источник, либо действительно необходимо какие-то свои внутренние качества немножко подработать, чтобы двигаться-двигаться обратно. Потому что конкуренция большая сейчас, и осуждение со стороны есть, и такая оценка внешняя, она, конечно же, не всеми выдерживаемая. Но, с другой стороны, говорят, что если ты будешь самим собой, то конкуренции нет, потому что ты так то, как ты это преподаёшь, то, как ты расскажешь, никто не расскажет. Поэтому, ну, получается, что одна из основных целей — это просто найти себя. Да. И вот этот поиск себя действительно сейчас захватил весь мир. Все ищут себя. Как давно это продолжается? Давненько, давненько. Но для меня здесь очень глубокий смысл. Поиск себя — это значит, что я потерялась, где я, да кто я. И для меня это моя любимая профессия, это системная терапия, это семейное консультирование, потому что мы принадлежим системе, то есть семье, и мы связаны с нашими родителями. Род. Да, с поколениями, с семи поколениями. И для меня это такая некая данность, которую мы не можем исключать. То есть вот некие наши паттерны поведения — это генетическая память. Вот, скажем, дедушка убивал врагов, теперь у тебя есть какой-то страх животный, подсознательный, вот связанный с этим делом, да? Например, ну и работает это на самом деле. Это не умозрительные вещи. Нет, это пернятые чувства, называются в системе. Да, это генетическая принадлежность. У нас есть в крови ДНК, и там семь поколений в предках. Сейчас очень много компаний, которые предоставляют развернутый анализ крови. Они говорят о том, какая традиция, какая культура, какие гены, какой народ присутствует в твоей крови. И действительно, они говорят о том, кто мы, то есть что мы будем нести, какой след мы будем оставлять в нашей жизни дальше. А на твой взгляд тогда, какие методы познания себя могут быть не то, что неэффективными, а может быть опасными? Может быть, какая-то самомагия, когда ты там гидритуал проводишь, или вот обратился к плохому расстановщику, там всю жизнь испортил, какие могут камни поджидать на пути те, кто хочет узнать себя, но вот теряется в многообразии всего. Действительно, сейчас мир перенасыщен специалистами. Для меня самое первое, ну, начну, наверное, с психолога. Это образование, которое вы можете запросить у вашего специалиста. Корочку буквально. Да, да, да. Какое у вас образование, в чём вы, да, профессионал? Потому что сейчас, правда, псевдопсихологов много, и там трёхнедельные, трёхмесячные курсы, да, казалось бы, человек знает, но этого недостаточно, чтобы погружаться в психику человека и как-то, да, настраивать его на какие-то другие вещи. И вот ты сказала про ритуалы, да, которые люди самостоятельно, сейчас очень мир интернета активен, сейчас много чего есть в доступе, и, на мой взгляд, здесь нужно достаточно здраво к этому подходить, потому что за любым действием стоит последствие, и за любым сказанным словом стоит тоже последствие. Эффект бабочки. Да, абсолютно верно. И вот ты сказала, как не растеряться в мире, да, специалистов, это тоже путь, это тоже путь человека. Проб ошибок. Да. Это насколько человек выйдет из-за этого леса, насколько он действительно крепок и хочет найти свой такой истинный путь. Это как такое некое испытание героя, который оказался в лесу, и ему необходимо победить. А у нас герой появился. Миш, скажи, там сахар размешан, да, в коже? А у нас сахара нет. Да? Отлично. Это бедная студия, так что это всё хорошо. Друзья, жертвуйте на карту номер... Сухар написано. Сосновый бар. Вся информация написана. Хорошо. Значит, к магии, к вреду. То есть, в принципе... Ну, просто я вот раньше относилась к расстановкам, когда, не знаю, наверное, сколько лет, может быть, 10 назад узнала о них. Относилась как к чему-то совершенно умозрительному, и сейчас это всё более обоснованно, объяснено, и есть хорошие специалисты. Можно ли заниматься самостоятельно, вот там пытаясь сэкономить на коуче, на психологи? Можно ли нанести себе, ну, совершенно какой-то непоправимый вред, если да, то вот что это может быть? То есть, ты можешь сломать психику или вот... Мы рассматриваем именно расстановки. К примеру, просто это лично для меня, может быть, для тех, кто нас смотрит что-то другое, та же самая магия или какой-то самоанализ или что-то ещё, вот что ещё у нас есть. Астрология. То есть, сам себе карту составил, что-то там неправильно посмотрел, да, и всё, у тебя пошло всё. Может быть такое? Я скажу так, что любые психологические методы, да, расстановки, это терапевтический метод, групповой терапии, самостоятельно его сделать невозможно, потому что наша психика очень такая хорошо устроенная, и в ней очень много защитных механизмов. Пластичная, как говорят. Да, у нас разум победит, и нужен некий другой человек, который сможет плавно воздействовать... Да, и условно как-то договориться с защитами человека, потому что защиты, они организованы для безопасности человека. Это тоже не просто так. С точки зрения астрологии, нанести вред я не думаю, потому что в любом случае человек хочет видеть то, что он хочет видеть. У него уже есть ответы на вопросы, да? Конечно. И если человек хочет в чём-то убедиться, он непременно в этом убедится. Притянет за уши этот ответ. Да. Если вот что касается магических каких-то ритуалов, то, безусловно, здесь можно навредить себе. Каким образом? Как это работает на физическом уровне? На физическом уровне это может быть потеря энергии, нет сил, это может быть состояние такой апатии, это может быть даже какие-то физические увечья, это может быть несчастные случаи в зависимости от того, какой ритуал человек использовал. То есть через что, да? Через какие силы он пытался воздействовать на окружающих. Вот эти результаты, это непосредственно будет результат, результат результата. В итоге это будет как раз воздействие этих сил, либо это самопрограммирование, либо ты просто себя куда-то уже перекодировал и перекинул на другую линию жизни. Что это вот в таком понимании бытовом? Я думаю, что если человек профессионально не занимается магией, то его энергия, его внутренняя сила слаба. Потому что тот человек, который занимается магическими воздействиями, у него внутренняя энергия очень сильная. Он умеет работать с разными энергиями, с разными духами, кто с кем работает. И на мой взгляд... Да, не хочется как-то сейчас говорить, как можно себе навредить, чтобы не было никакого... Не было провокации, так скажем. В общем, хочу сказать, чтобы магию применяли очень осторожно, и то я бы рекомендовала, наверное, как-то задуматься, зачем вам это надо, не нужно ли вам всё-таки. И скажу, что на самом деле всё решается не через магические воздействия. Проще. Проще. Просто опять же очень огромное количество блогеров, инстаграмеров. Да. Подпишись, берёшь какой-то небольшой курс, и в рамках курса ты с человеком, у которого ты не спрашивал дипломы и так далее, ты выполняешь магические ритуалы. То есть работает это на самовнушении, наверное, и, мне кажется, работает на тот период, пока ты в этом поле этого человека, пока ты с ним. Вы знаете, любой мастер, который занимается магическими воздействиями, работает с определёнными силами. Это значит, что он с помощью группы, у энергии группы очень большая... Эгрегор. Да, есть эгрегор, есть большая сила. Почему групповая терапия очень работает, потому что здесь групповая энергия. И также в магии групповая энергия помогает самому мастеру достигать его целей. Подключиться куда нужно. Конечно. То есть благодаря вот этой группе мастер выполняет свои какие-то личные задачи. И, собственно, опять же, здесь очень много контрактов с духами, то есть какие-то посвящения. У всех всё так настолько по-разному. И кому мы служим, так скажем, на кого мы работаем, с какими силами работает этот мастер, тогда и я буду работать с этими силами автоматически. И если у меня с ними нет ненаговорённости, я не знаю, да, как я должна благодарность эту приносить этим духам, например, то это может быть чревато. Кофе? Кофе, чай? Да, мы перешли в такую магическую тему. Интересную, да. Можно свет погасить, наверное, пару свечей. Я астрологией, наверное, тоже с детства интересуюсь. И, ну вот, знаешь, узнаёшь, знак зодиака человека, такое есть некое самопрограммирование тоже. Так, Козирог, он же материалист, он же такой вот, ну, на Земле твёрдо стоит, и мы говорим о магии. Ну, получается, что в тебе сочетается всё по чуть-чуть. Для меня астрология это натальная карта, в которой... Это не магия. Это не магия, это прям наука, она последовательна, у неё есть определённые исследования, определённые наблюдения, ей уже более тысячи лет. И астрология – это дома гороскопа, это сектора, и каждый сектор отвечает за определённую сферу жизни человека. И девять планет участвуют в нашей жизни. То есть я-козирог, это солнце в Козироге, это только солнце, одна планета. А у меня ещё есть восемь планет, которые влияют на меня и описывают меня уже как-то изнутри. И так же для каждого человека. То есть ошибочно делать вывод, только зная... Знак зодиака. Знак зодиака, потому что это только солнце в этом знаке. Солнце – это успех. Это говорит о том, что в этом знаке, с которым вы родились, эти качества будут помогать вам зажигать ваше солнце. Это значит, что через эти качества по вашему знаку ваш успех придёт в вашу жизнь. Можно просто открыть тогда гороскоп, почитать, какие качества и вперёд реализовывать. Я сейчас думаю, не перегружаем ли мы информацией просто с темы на тему, немножечко по верхам наши волшебные помощники. Я думаю, что хорошо. Я думаю, что хорошо. С тобой просто хочется поговорить и о психологической теме, и об астрологической. И вот начали мы с того, что пришла я сегодня на эфир и говорю, вот у меня выскочила простуда. Буду сидеть в маске, нос будет красный, но да ладно, пока я не готова её показать. В другой раз, наверное. Вот. Но ты знаешь, я раньше себя ловила на мысли, что у меня могли какие-то вещи остановить. Ну, скажем, от похода там в магазин или какую-то важную встречу, вот всё там, простите, прыщик выскочил, и я уже сижу и привожу себя в порядок. Но ведь это всё умозрительные вещи, по большому счёту. Наша уверенность в себе, это возвращаясь к психологии, на чём она базируется? Это самооценка, оценка других. Вот что есть уверенность в себе? Вопрос к тебе, как к психологу, да. Уверенность в себе формируется до трёхлетнего возраста. То есть все базовые функции включаются до трёхлетнего. привет родителям. Да, это значит, что мама и папа повлияли на то, насколько мы себя оцениваем, насколько мы знаем о себе, какая я, красивая или я некрасивая, насколько я уверенная или неуверенная, насколько я буду реализовывать или не реализовывать. То есть все паттерны поведения у нас записались от мамы и папы. И если какая-то функция, связанная с одним из родителей, была нарушена в ходе коммуникации и взросления, конечно же, это будет отражаться на нашем характере, на наших движениях, действиях, и окружения, которые мы будем выбирать, и партнёров, с которыми мы будем отношения как-то формировать, это, собственно, всё будет идти с детства. И хочу сказать, что очень много энергии мы тратим на то, чтобы держать лицо. Мой психолог говорит табло. Не заколебали ли мы? Держать лицо. И на самом деле, правда, много энергии у нас уходит на то, чтобы соответствовать, чтобы соответствовать какой-то, да, опять же... Причём это же мифические ожидания, да? Ты думаешь, что, например, этому человеку важно вот это, а на самом деле тебе надо с ним быть самим собой, и он расслабится, и всё будет круто, а ты думаешь, что ему вот нужны, да, порой. Именно недочёты, конечно. Маска стала всплываться. Сейчас все заживое, сейчас, я так понимаю, да, мир Инстаграма рекламирует всё, что связано с их жизнью, и это считается такая некая близость, и это сейчас стало цениться. С другой стороны, это не всегда полностью правда о жизни. Конечно, конечно. Мы когда путешествовали пару лет назад с бойфрендом, я говорю, слушай, давай в Инстаграм выкладываюсь, как мы вот с утра проснулись, что, о, Господи, как же было тяжело спать там один час, вот снимаешь себя такой взъемочный, ну, это правда. Он такой, нет, давай мы с ними, когда мы уже на горе такие стоим, соборвались. Да, всё хорошо. Всё равно мы не отваживаемся до конца показать моё вот истинное лицо, да? Это путь. Это путь к себе. Насколько я могу выйти в магазин не накрашенный, насколько я могу выйти куда-то ещё в каком-то виде. Да, это про то, насколько я себя знаю, принимаю, соглашаюсь с такой, какая я есть. Но есть и обратное действие от общества. Общество говорит тебе, каким быть, какие губы иметь, какой нос, какую грудь, и поэтому ты порой занимаешься сравнениями. А сравнение или нет? Да, это сравнение, конечно же, тоже с детства. Насколько нас сравнивали родители, насколько нас мама сравнивала, там, у Маши пятёрка, а у тебя вот тройка, а почему вот ты сейчас такая грязная, а вот Маша у тебя в чистой рубашке. И вот этот вот навык, он и будет сравнивать нас в течение нашей взрослой жизни. Как это остановить? Это терапия. Терапия. Да, самостоятельно я не видела ещё ни одного человека, который мог бы, да, сказать, что да, я сам себе психолог, мы все психологи, мы всё про себя знаем, абсолютно всё, потому что мы это, да, тот сосуд, который, собственно, кроме нас никто и не знает. Но чтобы, собственно, с этим как-то работать, да, нам нужен человек. Это, как я всегда сравниваю со стоматологом. Ты можешь быть отменным врачом, но сам себе ты пломбу не поставишь, каналы ты не прочистишь. И здесь абсолютно то же самое. Как это моя девочка, одна знакомая, которая работает мастером по перманенту, по ресничкам, она говорит, ей порой пишут девушки, а вы себе ресницы можете нарастить? Нет? Ну какой же вы мастер тогда? Вот это ты себе. Да, да, это всё правильно. Нет, не можешь. Конечно нет, конечно нет. То есть у каждого человека, у каждого психолога есть свой психолог. Без этого никак. Просто как раз многие на обывательском уровне ждут от психолога, во-первых, идеальности, смотрят, так, у тебя в семье что-то такое происходит, ну, какой же ты психолог тогда. Так, ты сам ходишь к психологу, ну какой же ты психолог. Ну вот тоже давай этот миф ещё раз развеем, что почему мы сами не можем работать со своей психикой в полной мере? Почему психологу нужен психолог? Во-первых, психолог, он работает с клиентами. Знаете, это как любой специалист. Есть навык, да, кто-то работает в одном подходе, кто-то работает в другом подходе. И есть клиенты сложные, есть сложные случаи, есть тяжёлые переживания клиента, и психолог работает душой и сердцем. Он сенсор, он чувствует всё про клиента. И чтобы справиться с этими переживаниями и чувствительностью своей, да, гиперчувствительностью, ему тоже нужен человек, чтобы это разместить, это прожить. Потому что в любом случае человек, да, он живой, психолог живой человек, он не робот, он проживает с клиентом те же чувства, что и он. Психолог может плакать, он может разделять горе, он может горевать вместе с клиентом, он может также радоваться. И не задетым быть очень сложно. Закрыться не получится полностью. Конечно, нет. Тогда не будет терапии, тогда я буду кукольная, безэмоциональная, и как будто бы, да, я некий робот, который, ну, можно тогда дома со стенкой так выговорить, собственно. Конечно, нет. И из-за этого нам нужны психологи, нам нужен специалист, который тоже будет работать с моими чувствами, да, бывают клиенты, которые, да, с какой-то своей непростой задачей, и каждый клиент подсвечивает какую-то нашу сторону. Мы все живые, у нас есть своя собственная жизнь, мы можем в какой-то части жизни быть небезупречны, потому что мы живые люди, мы пришли в этот мир, чтобы совершенствоваться, развиваться, и, конечно, мы можем попадать в свои слепые пятна, клиент нам может подсветить свои больные места, и, конечно, нам необходимо другое стороннее мнение и поддержка, конечно. Вопрос может возникать и на тему психологии, и на тему астрологии, как понять, что тебе подходит этот специалист, что ты выбрал, что вот терапия, она работает, то есть, с одной стороны, кто-то говорит, что это должны быть быстрые результаты, а с другой есть мнение, что наоборот, быстро это не вылечит, в общем, как человеку понять, почувствовать самому, что это именно его специалист? Сложный такой вопрос, потому что, во-первых, я предлагаю чувствовать, человек чувствует своего человека. не всегда умеем чувствовать, голова работает, иногда разум действительно преобладает над чувствами, потому что чувства тоже имеют свойство замораживаться под разными происходящими событиями. Результативность будет видна. Это значит, что те действия, которые вы совершали раньше, вы уже не совершаете, либо осознанно начинаете, так, стоп, что сейчас я делаю? То есть, включается некая осознанность, некая заторможенная реакция, когда вы можете преодолеть и поступить по-новому. Это некий результат. Но я всегда говорю клиентам, что давайте без иллюзий, потому что за пять сессий невозможно на Эльбрус забраться, у нас должен быть навык для того, чтобы хотя бы как-то научиться действовать, взаимодействовать с собой хотя бы, а потом уже с окружающими. И в учебниках, во всех терапевтических документах человеку необходимо 50 часов личной терапии. Это полтора года. В зависимости от того, насколько вы растягиваете, какая у вас периодичность сессии. А если человек преодолевал утраты, он тяжело переживал расставание, у него было сложное детство, может быть, он жил без родителей, то, конечно, терапия будет увеличиваться до трёх лет. Лена, регулярность, периодичность важна, то есть, скажем, нужно ли посещать именно, скажем, желательно раз в неделю или когда припечёт? Я скажу так, что необходимость в еженедельной терапии нужна только в том случае, если человек переживает острое горе. Это острое горе, это утрата близкого, это смерть близкого человека. Развод. Развод, да, бывает достаточно шоковым состоянием. Тогда да, раз в неделю. Если вот таких показателей нет, то чистить я не рекомендую, потому что психике нужно переварить, встроиться, запустить новую нейронную связь, потому что формируются нейронные связи под воздействием терапии. Это новые качества, которые нам нужно научиться, как в машине запускать. Две-три недели и достаточно. Ну, то есть я вот как говорю, давайте около трёх недель, но периодичность должна быть. То есть раз в три недели, по средам мы встречаемся. И вот эта системность, она как раз и даёт некую хорошую динамику на результат. То есть не от случая к случаю. То есть мы сделали, грубо говоря, такую микрооперацию внутри, дали время на восстановление три недели, после этого снова. И вот формируются как раз новые модели поведения, новые нейронные связи. Это как накопительный эффект от витамин. То есть мы выпили курс. Сразу не будет эффекта? Нет. Расстановки дают эффект. Расстановки дают эффективность достаточно быстро. Человек иногда, да, не буду просто сейчас обнадёживать, что сейчас все там скажут, Лена, ты пообещала. Да, нет результата. Я очень осторожна с обещаниями, потому что все как-то могут над этим подловить. Мы же всё хотим быстро. Конечно. Экспресс Илоны Давыдовой. То есть всю жизнь растить, а потом убрать за две недели. Да. Бывают эффекты за день, человек чувствует облегчение, но здесь самое главное, вот этот эффект поддержать. У нас есть откаты. То есть мы идём, 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 думаем, всё классно, всё, я могу. Затормаживаемся, и психика опять включает свою защиту, и мы опять скатываемся в привычный ход своего поведения. То есть здесь нужно как раз именно растянуть вот эту нейронную связь. Она, кстати, по всем показателям, нейронная связь в мозгу занимает 9 километров. Знаете, какая нейронная связь? Сколько там информации записано с внутриутробного развития плода. А таких связей множество. Конечно. Что есть откат? Это пока ещё нестабильность психики. Откат, грубо говоря, кто, может быть, нас смотрит и с этим термином не знаком. Скажем, ты ходишь в тренажёрный зал, питаешься правильно, и через три недели у тебя резкий внезапный наплыв на холодильник, ты съедаешь всё, это откат. Это да. Либо, скажем, ты решил не ругаться, не пить, не курить, и потом резко тебя вот уносит, да? Что есть откат вообще? Вот, собственно, это и есть откат. Точнее, из-за чего он происходит? Пока психика не проработана ещё до конца. Это слово «непроработано», как правильно сказать? Все хотят проработать, улучшить. Да, это невозможно. Это значит, что в какой-то момент… Или это защитный механизм какой-то? Это защитный механизм, у нас их тысячи. У нас прям там целые защиты, будут большие амбары, замки висеть. Конечно, это прям сложно. Откат – это значит, что в какой-то момент ты подумаешь, блин, это ничего не работает. То есть как-то вот разочарование, наступит разочарование. Терапия не работает. Терапия не работает. Всё то же самое. Хотя человек какое-то время чувствовал вдохновение, потом он в какой-то момент упадёт в пропасть, он скажет, ничего не работает. Вообще мне ничего не помогает. Ну, это как фаза платы, да, в тренажерном зале? Да. Ты качаешься, мышцы растут, потом ничего не происходит, и многие бросают, да, вот этот момент? Или прогресса нет? А здесь наоборот нужно идти, 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 идти дальше. И потом наступят каникулы. Каникулы – это значит, что клиент прощается с психологом, и это должно случиться обязательно. Вот это очень интересный момент, потому что некоторые психологи говорят, вы будете ходить ко мне всю жизнь, ребята. Вот я знаю таких. Это момент, на мой взгляд… Неэтичный? Да. Это зачем тогда психологу нужен клиент? Какую функцию обслуживает клиент для психолога? Это вопрос, какую ты добываешь от клиента, да, поддержку. То есть что это для тебя? То есть здесь нужно задуматься о своей личной терапии и супервизии. Зачем мне так подсадить клиента, чтобы он нуждался во мне всю жизнь? Чтобы что? Финансовый интерес, безусловно, он сейчас важен. Есть же недобросовестные специалисты, как и стоматологи, и операторы, и тоже коучи. Согласна, и, наверное, это компетентность человека. То есть если это частота души и уровень осознанности, то это так. И опять же, если человек идёт к такому специалисту, значит, они по какой-то причине, если мы возьмём астрологию, как-то там чем-то завязаны. У них какие-то долги друг с другом есть, кармические, назовём это так. Просто так ничего не происходит. Конечно, нет. Это причина-следственная связь. Согласна, что люди притягиваются на энергию? Безусловно. Резонируешь с этим человеком, значит. Безусловно. Значит, вопрос к тебе тоже. Почему ты притянул к себе такого человека? Конечно, конечно. Из тысячи я притянул, выбрала именно этого психолога. Я из тысячи выбрала этого мужчину и вышла за него замуж. То есть вопрос, почему именно тебя? К чем же ты так отличался? Вот получается, этот вопрос тебя уводит из позиции жертвы, когда ты говоришь, ах, за что мне это? Ты начинаешь думать, а что же интересно такое во мне протянуло вот этого там насильника тирана или вот этого психолога, который с меня деньги стрижёт уже 20 лет подряд. То есть надо с собой разобраться. Скажу так, что психологи, как и любые специалисты, как и любые работодатели, это проекция мамы и папы. Психологи в основном это женщины, но чаще всего, да, хотя сейчас и мужчины прекрасно работают, это про маму. Психолог – это мама, это проекция мамы. Что же я там делаю рядом с мамой, почему я до сих пор не могу отойти? Оторваться. Конечно. Это проекция. То есть если я думаю головой, что я такая самостоятельная, я всё могу и без мамы, тогда что я у психолога делаю столько времени? Это про это. Лена, несколько есть мнений, как оценивать терапию. Ну, я сама хожу периодически на транс-терапию, телесную терапию. И чувствую, что когда-то кажется, что ничего не происходило, а потом через два дня начинают меняться резко события. Кто-то из знакомых моих, кто ходит и говорит, я вышел так хорошо после этого, просто как окунулся в бассейн с теплой водой. А кто-то говорит, меня трясло, колбасило, мне было плохо. Есть ли какой-то метод оценки эффективности? Должно быть тебе хорошо, должно быть тебе плохо или нет? Знаете, как опять же говорит мой психотерапевт, иногда после сессии вы будете рыдать, реветь, наматывать на кулак все свои… Прожевать. Прожевать эти слёзы. Эффективность, она будет подразумеваться вообще по-разному. Это действительно момент эйфории, это тоже результат. Слёзы, это тоже результат. Это тоже всё правильно, всё имеет место быть. Это тоже всё имеет место быть. Какая-то апатия, грусть, это тоже имеет место быть. То есть вот говорить, что мне было плохо, это не работает, это не так. Потому что психолог действительно, он имеет такие острые иголочки, и он достаёт, ранит. Ему необходимо поговорить о чём-то, что человека ранило, попасть в его травму. Хотя сейчас новый мир психологии говорит о том, что нам, клиенты, не нужно возвращать воспоминания травмирующего опыта. Ты как считаешь, нужно? Я очень с этим осторожна. Иногда человеку нужно высказаться о том, что было. Это может быть единственный человек, психолог, который узнает о том, что было в жизни человека. Например, было горе, он не прожил его, сказал всё нормально, одел маску на себя, а потом ходит и что-то изнутри его вот гложет. Конечно, было изнасилование, было разочарование. То есть человек проживал такую гамму чувств, которыми не с кем было поделиться и разделить. Тогда, конечно, ему нужно сначала достать, но если он сам это достаёт, то есть доставать из него, да, вот тащить из него, это тоже нет смысла. Потому что иногда бывает, когда мы травмируем повторно клиента, травматизация повторная будет, и тоже не есть хорошо. Новый метод получается такой безоперационный, без проникновения глубоко внутрь? По-разному. Всё по-разному. Нужно очень чувствовать клиента. Здесь вот самое главное, что случается с терапевтом. Клиент научается быть в контакте, он научается доверять, он начинает учиться выстраивать эти отношения. Это же терапевтическое отношение. И если эти отношения выстроены, это значит, что я могу выстраивать отношения с мужчиной, с женщиной, с работодателем, с отношениями с деньгами, да. Тоже это вопрос, почему у меня нет, например, денег, или они есть, или они утекают. С ними нужны отношения. Это про отношения, конечно. И вот здесь клиент научается этому. И если это про живое, про доверие, да, про какую-то такую поддержку, то тогда человеку легко будет дальше договариваться со своей жизнью. А я сейчас думаю о том, что кто-то нас смотрит и говорит, давайте уже что-нибудь практическое вот всё, я это слушаю, всё знаю. Я вот начала с темы уверенности в себе, да, тема такая, наверное, самая основная. Есть уверенность в себе, есть вот дальше дом строится на этом хорошем фундаменте. Если её нет, он постоянно будет его пошатывать, нужно будет достраивать, крепичики вкладывать туда. Есть ли, давай сейчас расскажем, может быть, о каких-то экспресс-методах восстановления уверенности. Например, что-то нужно сделать, прям очень не хватает. Там, не знаю, продышаться, выпить стакан воды, приседать, грубо говоря, там, тело, ну, давай, не буду. Метод, чтобы повысить свою уверенность? Повысить уверенность в моменте. Вот нужно, необходимо прям свидание, не знаю, у парня, у девушки через 20 минут, и жуткая неуверенность накрыла просто, что делать? Во-первых, чтобы повысить свою уверенность, необходимо мозгом увидеть результат. То есть, конечно, за 20 минут свидания мы здесь быстро не сильно подготовимся. Это значит, что вы делаете для себя задания, вы их выполняете и делаете поощрение, то есть вы хвалите себя. Но хвалите вы вслух, потому что мозг воспринимает наш голос как команду. Вслух. Вслух. Именно я себя хвалю, Леночка, ты такая молодец, у тебя получилось сделать то-то и то-то. То есть вот прям вслух я хвалю себя. Это опять же нейронная связь, которая формируется. Под вот этим голосом вырабатывается гормонодорфин. То есть у нас запускаются химические процессы в организме. И вот этот выброс эмоций даёт подъём настроения. Действительно работают аффирмации перед зеркалом. Да, тоже опять вслух. Если вы собираетесь на свидание, и вы жутко не уверены, вы боитесь, стесняетесь, там куча эмоций, можно, но здесь очень главное, да, вот эту тревогу свою успокоить, чтобы был размеренный голос, состояние покоя. И аффирмацию, которую вы говорите, смотря на себя в зеркало вслух, тоже же с вами что-то делает. Я красивая, он будет невероятно счастлив увидеть меня. Свидание пройдёт замечательно, спокойно, там мы будем дружить. Уже своя какая-то аффирмация будет, либо просто по состоянию спокойствия. Что ещё сделает вас уверенными? Если вы идёте на какую-то очень важную встречу, это может быть бизнес-партнёрство, либо у вас переговоры очень важные, да, вы готовитесь к собеседованию, вы устраиваетесь на работу, вы делаете какую-то очень ответственную работу. Очень простая техника, психологическая техника. Вы представляете за своей спиной, с правой стороны своего папу, с левой стороны своей мамы. Даже если вы не знакомы с одним из родителей, вы не знаете, как он выглядит, он по какой-то причине отсутствует, это вообще не важно. Вы просто визуально представляете, что с правой стороны стоит ваш папа, сзади, с левой – мама. Это является такая очень большая опора, которую человек описывает как какая-то стена, которая непоколебима меня, вот даже спина всегда выпрямляется, когда эту практику человек проводит. Это такие экспресс-методы. Могу ещё, если необходимы, ещё методы. То есть сейчас ещё раз подытожу. Папа, мама, да, для уверенности, аффирмации и хвалить себя. А вот вопрос такой хвалить себя, какое действие нужно сделать? То есть, не знаю, грубо говоря, отжаться там пять раз, а потом встаёшь и говоришь, я такой молодец, Аня, ты просто… Ну, конечно, здесь важно. Не просто там почистить зубы, да, и похвалить себя за это. Это нужно сделать что-то, чтобы преодолеть. То есть мне, например, лень сейчас вставать, а мне нужно встать, чтобы сделать какое-то действие. И вот это преодоление, я себя за это преодоление награждаю. Вот именно через преодоление. То есть мне не хочется, мне сложно, мне страшно. Я иду, делаю и получаю, как собака, да, мы дрессируем. Это дрессировка. Это новый навык, который мы запоминаем. Вспомнился один известный российский диджей, который рассказывал, что когда он волнуется перед сетом, а он такой довольно внушительный, накачал себя. Он говорит, я просто за сценой иду и начинаю сильно отжиматься, сильно приседать. То есть он вот всю тревогу и всю неуверенность переносит куда-то в действие, как вот в трансёрфинге, да, потенциал тревоги рассеиваться в действии. Он переносит это на физику, и после этого он просто такой уже весь то ли накачан, то ли расслаблено идёт и играет, никакого волнения вообще нет на огромных фестивалях, да, многотысячных. То есть вот тоже перенос какого-то внимания или как-то? Действительно, напряжение падает со спортом. Три С. Это секс, спорт и, господи, третье С. Только не сладкое. Что-то ещё С, господи, я забыла. Секс, спорт. Ладно, я вспомню попозже. То есть если мы в напряжении и в стрессе… Самооценка? Нет. То это значит, что нам необходимо заниматься спортом, потому что под уровнем стресса наш организм вырабатывает гормон кортизол, это стрессовый гормон, который блокирует тело. И спорт, он помогает высвободить нужный другой гормон. Соответственно, девушке, наверное, такой способ сложно подходить. Конечно, если вечером она будет тренироваться, но перед каким-то важным событием там… Может быть, лёгкая пробежка? Если это подходит и актуально по времени, да, и тому, что любит девушка, почему нет? Единственное, что ещё важно, говорить, что меня пугает. Вот прям слух. Что меня сейчас пугает? Что меня останавливает? Что меня вводит в такую тревогу? И ещё здесь очень важно распознать чувства, с которым человек сейчас столкнулся. Вот я иду на свидание. Что со мной? Страх, ага, страх чего? Там страх того-то того. Быть непринятым, скажем, да? Например. Всё, мы поймали. Базовое чувство страха. Очень простая практика. Вы берёте лист бумаги, любой, любой предмет, стакан, пустой, главное, без воды, ручка, телефон, всё что угодно. Вы назначаете этот предмет и говорите, ты мой страх. Я разрешаю тебе быть здесь. Расстановочные фразы, да? Я вижу тебя. Ты мой страх. Ты меньше, чем я. То есть страх меньше. Потому что если страх больше, то он нас накроет, и он нами будет руководить. И если вы, например, поймали другое чувство, тревога, апатия, раздражение, гнев, я тоже назначаю предмет, я кладу его и говорю, я разрешаю тебе быть здесь. Я вижу тебя, ты мой гнев. Ты меньше меня. Ты меньше меня. А я больше тебя. То есть вот эта фраза, я меньше. Крутая техника. Ты больше. Это расстановочная терапевтическая практика, она действительно делает, она вот так работает. Очень быстро. Это можно применить ко всем страхам? Например, я боюсь уснуть. Ко всем чувствам. Ко всем чувствам. Чувствуешь неуверенность, ты моя неуверенность, да? Да, я разрешаю тебе быть здесь. Я вижу тебя. Ты меньше, чем я. Я больше, чем ты. То есть получается, ты вытаскиваешь это из своего, не знаю, сознания, подсознания, помещаешь сюда, и больше оно тебя не контролирует, ты его выносишь за себя. Мы выносим на уровень осознавания. Вот то, что мы выносим из состояния непонятного в сознание, всё это нами не руководит больше. Это нас не захватывает. Это такая простая практика, она очень работает. Я ещё хотела сказать, что, наверное, называние своего страха, скажем, вот не было бы у меня возможности, забыла бы маской, я бы пришла, наверное, прямо сказала, что вот у меня здесь сегодня простуда. И то есть ты это назвал? Вот как чувство, вот с каким чувством вот эта простуда? Вот да, но у меня простуда. И что ты чувствуешь при этом? Важно вот именно чувство достать. Чувство там, скажем, какое-то… Бывает стыд, бывает ещё какое-то чувство. Если это стыд, да, я разрешаю тебе быть здесь. Ты мой стыд. Ты меньше, чем я, я больше, чем ты. А вот, скажем, пришёл, ты встретился с человеком, и если ты прямо ему сказала свою чувству, слушай, вот у нас интервью, но я так волнуюсь, вот честно, тоже, да, вынесение этого. Это про то, что я настоящая, и я тебе говорю, что есть на самом деле, и тогда человек тоже начинает, наоборот, ближе становиться. Это сразу такой момент сближения. Потому что ты показываешь свою уязвимость? Такая, какая я есть, я такая, какая я есть. Я не умею это делать, я вот такая. Человек сразу без иллюзий, да, видит себя такой настоящей. То есть потом обломаться нам не нужно будет. То есть мы сразу видим, да, какая я есть, и он видит то же самое. Но не хочу говорить мы, там, или часто, кто-то, ряд, там, не знаю, я вот эту тему, скажем, тоже над ней работаю, о том, чтобы появляться без масок, на самом деле, то тем, кто ты являешься на самом деле, и в какой-то момент, может быть, не бояться агрессию проявить, не бояться проявить какие-то другие чувства. Все вот эти страхи проявления своих чувств, о том, чтобы быть собой, это тоже базируется на уверенности в себе? Конечно. Все вот опять до трех лет, период наш. Самые главные функции запускаются до трех лет. Конечно, дальнейшая среда, в которой человек растет, это тоже очень важно. Сейчас возраст детский продлен до 21 года. Сейчас по всем учебникам ребенок до 21 года считается. Раньше до 18? Да, раньше человек, то есть в 18 лет человек поворачивается и идет в свою жизнь. Сейчас я даю, даю, даю ребенку до 21 года, потом поворачивается, по идее, и следует в свою жизнь дальше. Это значит, что он может совершенствоваться каждый год. И даже спустя 20-летний возраст мы и сейчас совершенствуемся, да, мы работаем над этим, над всем. И сейчас есть такое мнение, что сейчас дети травмированы, да, разными обстоятельствами, сложностью. Ну, то есть сейчас как-то, да, стало очень много разводов, да, сейчас как-то все стали беспокоиться о себе, о своих чувствах, стали выбирать себя, да, не ради детей, раньше другая была такая основа. И, конечно же, дети тоже, они каким-то образом это всё переживают и чувствуют, и говорят, что очень важно открывать счёт на терапию уже с детства. Какую терапию? С детства на терапию. А, с детства на терапию. Не вклад открывать, накопительный финансовый вклад, да, поддержки, а открывать счёт на психологическое консультирование. Можно ли сказать, что человеку всю жизнь нужна терапия, если люди, которым терапия не нужна полностью, абсолютно здоровые? Мы все условно здоровые? Да, или все условно невротики, как считает Михаил Лобковский, известный московский психолог. У нас у всех, правда, очень много уязвимых мест, разных чувств. Нужна ли терапия всю жизнь? Я скажу, наверное, нет. По потребностям? По потребностям, потому что в разные периоды жизни я проживаю разные циклы. Бывает период, когда мне всё хорошо, благополучно, да, я дальше двигаюсь, я сталкиваюсь с какой-то там утратой, с тяжёлыми событиями. Вот здесь мне нужна терапия, да, как-то себя поддержать. Дальше я проживаю, двигаюсь дальше. Такой вот момент длительный всю жизнь. Иногда такое тоже бывает. Иногда бывает терапия и пятнадцатилетней, и двадцатилетней. Это нормально? Это нормально, да, это нормально. В зависимости от того, если у тебя есть потребность в этом, то да. Это как, знаете, это бывает, что мы всю жизнь зубы лечим. Да, прошу прощения, что перебивает. Это не означает, что ты какой-то плохой или не такой, но просто вот у тебя именно так. Всё. Это, знаете, это как женщины сейчас, да. Мы сейчас все любим косметологов, мы все озадачены своей внешностью. Все женщины хотят как-то улучшить. Это то же самое. То есть здесь мы внешний облик улучшаем, потому что внутри нас что-то есть, что мы думаем, мы сможем прикрыть внешней реальностью. Как интересно. На самом деле, если мы пойдём в свою душу и будем разбираться с ней, нам не нужны будут груди увеличенные, нам не нужны будут губы, нам не нужен будет ботокс. Это всё будет идти от внутреннего состояния. То есть инвестируйте в своё психологическое здоровье. И уже от этого вам не придётся тратить бешеные деньги на поддержание своей красоты. Вот это уже на всю жизнь. Это на всю жизнь, да. Я поймала себя на мысли, что у меня была мысль увеличить губы, а потом я поняла, что, во-первых, я как будто бы стану не собой, то есть я что-то… Интегрирую в себя. Да-да-да-да, как будто ты становишься не собой, и я думаю, так, от чего я хочу убежать, что это такое? То есть какое-то вот, ну, что-то остановило, я поняла, что да, это просто как-то в момент было недовольство какими-то внутренними процессами, захотелось что-то сделать. С собой. Да, а потом поняла, что это и обратно тоже работает. Например, если всё внутри в порядке, я поняла, что вот я записалась на наращивание волос, и я не могу это сделать. Просто говорю, слушай, не, прости, но я не приду. Потому что ты понимаешь, что это что-то вот совершенно тебе сейчас ненужное. Это что-то как будто бы ненастоящее. Да, то есть хорошо в это играть, да, например, понимать, что я хочу две недели походить там, окей. Да-да-да. Конечно, сейчас действительно, да, там инъекции какие-то, вещи, женщина всё-таки работает с лицом, да, там эти тёмные мешки под глазами, какие-то вещи, да, это окей, это всё, это здоровая кожа. Это именно здоровье, это не изменение чего-то, не скулы дополнительные. Да, это не хирургическое, да, уже вмешательство, не там, не увеличение. Это, конечно, от какой-то потребности. Мы замещаем тем самым какую-то неудовлетворённую свою потребность. Алкоголь, наркотики, сигареты, внешность – это некая зависимость, которая откуда-то образовалась. То есть мы что-то через это пытаемся прикрыть, рану, конечно. Но получается, что мы не закроем её, мы вот губы увеличим, и всё равно останется же это внутри, будет тебя внутри продолжать процесс этот какой-то. Губы – это… Или не только губы, что-нибудь. Губы, увеличение губ – это прослойка между женщиной и мужчиной. Это значит, что я тебе себя настоящую не покажу никогда. Как тонко. Грудь – это тоже про то, что я интегрирую, это про отношения с мамой чаще всего, да, про свою женскую часть, про своё деторождение и материнство. То есть здесь очень глубоко… Безумно интересно. То есть даже я могу говорить даже про, например, религию, да, кто очень любит религию, так перескочила сейчас, да, с косметологии в религию, вот кто выбирает религию, да, он достаточно служит ей. Это неплохо, нехорошо, это способ жить, да, это способ поддерживать себя, это здорово, что он помогает. Это тоже путь к Богу, а Бог – это Отец. То есть ты хочешь с папой на самом деле, да, отношения? На самом деле я хочу встретить тебя, дорогой папа. А религия сама – это мама, это безопасное пространство, в котором я принят таким, какой я есть. Я любой принят этой религией, потому что иная сторона меня не принимает. И это про маму, потому что мы с мамой тесно связаны в течение девяти месяцев, мы не раздельны в утробе, мы едим одну пищу, у нас умывает одна кровь, мы слышим её сердце. И это, конечно же, чувство, которое мы хотим всегда восполнить и в отношениях с мужчиной, и в отношениях с женщиной, и, собственно, в мире. То есть вот очень глубокие такие смыслы в этом есть. Вот после этого не судите, да не судимы будете, понимаешь, что на самом деле ты не знаешь, что человеком движет, поэтому вот на самом деле во всём этом разбираться нужно. Да. Да, хочу сказать, что правда, не судимы, да не судите, потому что даже насильник, он чем-то движим, и, конечно же, за всем разрушением стоит боль человека. Смотрите человеку в душу. Чего-то не хватало ему очень сильно, раз он настолько... Он стал таким. Почему он кричит, почему он ругается, почему он раздражается, да? Это значит, что им движет на самом деле боль, которую он не может показать. Это проще, да, предъявить другие разрушающие чувства. Да. Я на днях ещё думала о том, что мы порой наблюдаем за... У нас ещё... Как у нас со временем пока есть ещё? Да. Который чётный твой? Восемь минут. Чётный твой. Порой мы наблюдаем за каким-то коучем, который, например, говорит, что для него работает такая история, он каждый день в течение уже там нескольких лет занимается. С утра у него идут практика медитации, сурья намаскар, комплекс потом парадышки, там паранаяма. Вот. И говорит, пойдёмте за мной, я знаю, вот это правильный путь. Сейчас мы уже и от психологии, и от астрологии отошли. Но ведь все люди разные, и я так вот поняла, очень чувствую в последнее время, что самое важное — это найти путь к себе. Неважно, астрология или психология, просто копируя кого-то, ты не достигнешь такого же результата. Если у него это работает, не факт, что у тебя это будет. Безусловно. С другой стороны, если человек знает, как он к этому пришёл, он знает результат, и он может показать на своём примере этот результат. Да. Кому-то, правда, этот путь подойдёт, а кому-то нет. И здесь нужно искать свой метод, конечно. А свой метод ты ищешь, во-первых, через пробу и ошибки, пробуя вот это всё, да, и плюс занимаясь хирургическим проникновением в свою душу при помощи специалистов. Да. Это знаете, как всегда говорят, если вы ходите к психологу, узнайте, каким методом он владеет. Потому что, переехав в другой город, да, или в страну, вам нужно найти тот же метод, который вам помогал. Да. Это то же самое, да, какие таблетки мне помогают, норофен или там ещё какой-то, да, препарат. Красная или синяя, как матрица. Да, 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 да. Это тоже всё то же самое. Кому-то помогает здоровое питание, здоровый сон, медитации, подъём в три утра. Кому-то это вообще не помогает. Нам показывают, что нам нужно загругляться, да? Иди сюда, скажи. Гость придёт ещё второй. Второй гость придёт, хорошо. Спасибо огромное. Мы сегодня затронули разные темы. Что в завершении можно сказать? Во-первых, как тебя найти? Вконтакте, я думаю, да? Вконтакте, в Инстаграме. Ссылочки все дадим. Да, Елена Ларионова. С какими вопросами можно обращаться? С любыми. Можешь сказать, что со всеми? Со всеми, да. Я думаю, что на любой вопрос мы будем искать и найдём ответ.